Здравствуйте, меня зовут Спичак Екатерина Владимировна. Я старший преподаватель кафедры энергетика, автоматизация и вычислительная техника. Дисциплина называется теория автоматического управления. Первая лекция – основные понятия дисциплины. В технике управлением называется целенаправленное воздействие на какое-либо устройство или объект. Если управление осуществляет человек, то управление называют ручным, не автоматическим. Управление называют автоматическим, если оно осуществляется без непосредственного участия человека. Устройство, машина, агрегат, технологический процесс, состоянием которого нужно управлять, называется объектом управления. Целью управления объектом является поддержание заданного режима. Под заданным режимом понимают изменение какого-либо параметра, характеризующего состояние объекта управления, по определенному закону. Этот параметр называется управляемой или выходной величиной объекта управления. Устройство, осуществляющее управление управляемым объектом, называется управляющим устройством. Объект управления, взаимодействующим с ним управляющим устройством, называют системой управления. Если система управления функционирует с участием человека, то она называется автоматизированной системой управления. Если без непосредственного участия человека, то она называется системой автоматического управления. В простейших случаях систему автоматического управления называют системой автоматического регулирования, управляющей устройством – регулятором, а объект управления – объектом регулирования. Блок «Схему системы автоматического управления» в общем случае можно представить так, как показано на рисунке. Выходная переменная объекта управления Y является выходной управляемой переменной системы управления. Канал связи, по которому информация о текущем состоянии объекта управления, обозначенной на рисунке как OU, поступает в управляющее устройство, обозначенное UU, называется обратной связью. Внешнее воздействие G, которое определяет требуемый закон изменения выходной величины, называется задающим воздействием. Как правило, на объект управления действует возмущение F, которое приводит к отклонению управляемой переменной от требуемого значения. Такое воздействие называют возмущающим. Выходная переменная управляющего воздействия U является входной переменной объекта управления, называется управляющим воздействием. Классификация САУ. Система автоматического управления классифицируется по ряду признаков. Первый. Системы разомкнутые, замкнутые и комбинированные. В разомкнутых САУ выходная величина объекта не измеряется, то есть нет контроля за состоянием объекта. Разомкнутыми они называются потому, что в них отсутствует связь между выходом объекта и входом управляющего устройства. Разомкнутые САУ могут реализовать управление по задающему воздействию и управление по возмущающему воздействию. В замкнутых САУ на вход управляющего устройства подаются задающие воздействия и выходная величина объекта управления, сравнивая которые управляющее устройство вырабатывает соответствующие значения управляющего воздействия. САУ такого типа представляет собой замкнутый контур, образованный объектом управления и управляющим устройством. Управлящее устройство создает обратную связь вокруг объекта, связывая его выход со входом. Замкнутые САУ называют системами с обратной связью, или системами, реализующими принцип управления по отклонению. При использовании в одной системе принципов управления по отклонению и по возмущению получают комбинированную САУ. В этом случае повышается качество управления, так как увеличивается информация о состоянии объекта и внешней среды. 2. Системы линейные и нелинейные Линейной называется система, которая описывается только линейными уравнениями. Чтобы система была нелинейной, достаточно иметь в ее составе хотя бы одно нелинейное звено. 3. Системы непрерывного и дискретного действия Непрерывная система состоит из звеньев, выходная величина которых изменяется плавно, без скачков, при плавном изменении входного воздействия. Дискретная САУ должна содержать хотя бы одно звено дискретного действия. Под звеном дискретного действия понимается звено, у которого выходная величина изменяется скачками при плавном изменении входной величины. 4. Системы стационарные и нестационарные Стационарные Стационарные называется система, все параметры которой не изменяются во времени. Нестационарная система – это система с переменными во времени параметрами. 5. Одномерные и многомерные САУ Разделение на данном уровне классификации производится по числу выходных координат объекта управления. 6. Системы стабилизации, программного управления и следящие Системы стабилизации характеризуются неизменностью задающего воздействия. Задача таких систем – поддержание запустимой ошибкой выходной величины при наличии возмущающих воздействий. 7. Системы программного управления отличаются тем, что задающие воздействия изменяются по заранее установленному закону. 8. В следящих системах задающие воздействия также являются величиной переменной, но заранее закон его изменений неизвестен. 9. Источником сигнала является внешнее явление Системы оптимальные и неоптимальные В оптимальных системах должно обеспечиваться оптимальное значение какого-либо из параметров, Но так как связь между отдельными параметрами обычно противоречивая, то на остальные параметры накладывается ограничение. Значение их должно быть не хуже заданного уровня. В неоптимальных системах указанная задача оптимизации не ставится. Спасибо за внимание!